Дядя Гена, а вы не подскажете, никак не могу решить эту загадку. Вот у меня переразбужден принцип ветра, и из-за этого, наверное, я такой чрезмерно стройники. Но когда я принимаю теплые ванны, наступает такой пик, когда уже тепло не вмещается в организме, и приходится принимать холодные ванны, получается, что теплые ванны сводятся на нет. Почему? Я ответил, что тут хорошо использовать масляные массажи. Пробовал я все это, баранину ел, имбирь, пшеничную крупу, теплые ванны, ветер, но никак не хочет уходить. Пробовал еще дыхание холотропное. Холотропное дыхание не пойдет здесь, это совсем другое. То есть, оно ветер, наоборот, раздувает. Это совсем не получится. А вот теплые ванны помогают. Но я говорю, эффект накопления тепла происходит, и приходится холодной водой с жарским сгонять. Но вы принимаете ванну до такой, как бы сказать, степени, столько времени, чтобы у вас не происходило вот этого чрезмерного перевозбуждения, жара, будем говорить, и это. И все делал, дела на нет. В общем, заколдованный круг, печень чистил, это вообще отдельная история, почистил хорошо, по-моему, много ко мне выходило в течение года. Я голодал 14 дней по брегу. Не надо голодать. Вот именно голод как раз и возбуждает ветер. Ну, короче, здорово. Вообще, так плохо стало после этого. То есть, голодать при перевозбужденном ветре не следует. Почему на 14 дней у меня будто организм сдох? Что внутри произошло? В лимфатической системе. Может, лимфа пыталась очистить, двинулась по кишечнику, и я его промывал в течение 14 дней, но я, так думаю, еще более закупорилось все. Клизмы еще более перевозбуждают ветер, поэтому они как раз и вызвали это. Это я предполагаю так. А на самом деле, может, все по-другому. Теперь я больше двух дней не могу голодать. Это потолок. На третий день организм умирать начинает. Да, вот такое время живем. В чем особенности этого вопроса? Особенности этого вопроса в том, что человек, у которого уже от природы имеется склонность к переразбуждению жизненного принципа ветра, начал использовать процедуры, которые приводят, это голодание, это клизмы, приводит к тому, что еще более сдвигает жизненный принцип, усиливается, и начинаются вот эти различные вещи. То есть, в первую очередь, как он говорит, уменьшается жизненное проявление. То есть, он говорит, что все, он бессилен. Бессилен. Это как раз стопроцентное проявление жизненного принципа ветра. И тут что еще получается? Что он где-то там прочитал про Брэгу, допустим, там, может, у меня там что-то прочитал, там, такое отдельное, не связанное в систему. Ага, вот, допустим, клизмы там чистят, ага, хорошо, голодание действует хорошо, все это так, вот, дай-ка я сейчас вот это вот поделаю. И у него вышло то, что он еще больше перебуждал жизненный принцип ветра. Вроде бы, хорошими оздоровительными процедурами у него, ему стало еще хуже. И он не понимает, а как теперь из этого выйти. Вроде все говорят, голодание помогает. Вроде бы, все говорят, что, допустим, помогают клизмы очистительные. Даже помогает, этот самый, чистка печени. Но все это есть не что иное, как процедуры, приводящие к перевозбуждению ветра. И он теперь не знает, как это все уравновесит. Вроде бы, теплые ванны он принимает. Вроде бы, там, что-то там массаж масляной поделал, но этого недостаточно. И он опять пробует там что-то там поголодать, что-то поделать, там, клизмы и так далее. Все. Вот вам надо зайти на мой сайт и почитать капитально, уяснить для себя, что такое жизненные принципы. Как их можно уравновесить, как их можно перевозбудить, с помощью чего, чтобы у вас сложилась общая картина. То есть, здесь необходима работа в течение более длительного времени. Ну, вот, я, так как я примерно понимаю эту проблему, я бы перевозбуждение ветра вернул бы, ну, буквально-таки в течение месяца, это максимум. Жизненный принцип ветра где скапливается? В прямой кишке. Значит, туда масляные свечи. Я уже рассказывал, как это делается. Выструивается примерно вот такая вот из сливочного масла свечечка. Кладется этот кусочек масла в морозилку, она замерзает и на ночь, опачки, туда. То есть, изъять оттуда. Далее, теплые ванны прогревающие. Не знаю, насколько надо прогреваться, чтобы потом еще охлаждаться. Ну, просто посидите, чтобы вам комфортно было. Не доводите себя до того, что вам потом надо холодную воду. Ну, не надо вот такие, знаете, палки перегибать, то туда, то сюда. Вы следите, будьте как-то разумны за тем, что вы делаете, чтобы вам не стало плохо. Далее. Естественно, меньше волноваться. Никаких таких, знаете, беготни не делай. Такая размеренная жизнь. Должны, допустим, часиков в 10 ложиться спать. Никаких передач не смотреть таких, которые возбуждают. Часиков, допустим, в 6, пусть даже в 8 вставать. Пища, значит, маслянистая. Вот эти все, эти крупы. Меньше, знаете, больше сладенького. Меньше там чего-то там такого острого. Хотя, вроде, острое там уравновешивает там ветер. Нет. Должна быть пища маслянистая, крупяная. Крупы желательно цельные должны быть. Цельные крупы с маслом, сладенькие. И вот так 3 раза в день. Опачки, опачки, опачки. Если овощи, то тушеные овощи. И все в теплом виде. И этого достаточно для того, чтобы организм быстро вышел на нужную работу. То есть, никаких голоданий, никаких клизм, никаких каких-то холодных процедур. Никакой там беготни и никаких волнений. Закончу этот вопрос тем, что у многих людей получается примерно следующее. Вот они имели избыточный вес. Они начали применять голодание. Они начали применять клизмы. Они начали применять холодные обливания. Они начали применять там бег, движения и так далее. И быстренько только оп, вошли в норму. И думают, ага, раз это нам помогает, то мы еще дальше продолжим. А тут надо остановиться. И продолжая эти же самые процедуры, которые из повышенного веса вернули вас, когда был переразбужден жизненный принцип слизи, вернули вас в норму, далее эти процедуры вас сдвигают в сторону ветра. И начинают вызывать совсем иные проблемы, со здоровьем которых раньше у вас не было. Надо остановиться, соблюдать вот эту вот середину, вот эти процедуры с голодом там и прочее, прочее, на что я сказал. Надо их привести так, чтобы они работали вот посредине, не сдвигая в ту или иную сторону. Это большая ошибка у тех, кто занимается. Особенно там с сыроедением, вегетарианством. Посмотрите на них. У них веса не хватает. Они считают, что это нормально. Да нет, это не нормально. Они мерзнут, тоже что-то там считают, что это нормально. То есть очень редко кто из них достигает каких-то действительно стабильных, хороших результатов. Чаще всего вот это все приходит в свою противоположность. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!